Здравствуйте, мои дорогие, любимые и уважаемые зрители, а также все те, кто почему-то продолжает смотреть наш канал без подписки. И на российском рынке сложилась парадоксальная ситуация. Никогда еще в нашей стране не было такого количества предложений о продаже роскошных минивэнов. Ведь раньше, если какой-нибудь богатый и уважаемый человек хотел ездить на большом автомобиле, в который можно легко войти, а не садиться или забираться в него, ему нужно было купить какой-нибудь автобус, потом обратиться в какой-нибудь тюнинг-ателье, чтобы ему там все доработали под него. И мы, кстати, такие автомобили снимали, ссылка на обзор будет в описании. Ну а сейчас обращаться, по сути, уже никому и не надо, потому что роскошные минивэны массово приезжают к нам из Китая. И, возможно, самый крутой из них сейчас стоит рядом со мной. Это Zikr 009. И сейчас я расскажу вам об этом автомобиле во всех подробностях. Вы на канале Автру, меня зовут Александр Мирошкин. Не забывайте о том, что с вас лайки и подписки, с нас годный контент, и мы начинаем. Для начала давайте вообще разберемся, что такое компания Zikr. Бренд появился в 2021 году и пополнил обширное портфолио концерна Gili, где он отвечает за премиальные электромобили. Первая модель появилась тогда же, в 2021, называется она 001. И это, естественно, полностью электрический универсал, который, кстати, успел уже насобирать вокруг себя инфоповодов, потому что дважды умудрился попасть в книгу рекордов Гиннеса. Минивэн 009 — это вторая модель марки, ну а третий — это компактный кроссовер, который называется Zikr X. Ну а в основе этого минивэна лежит модульная полностью электрическая платформа, сделанная в рамках архитектуры SIA. Ее, собственно говоря, разработала сама компания Gili и активно использует для автомобилей других своих брендов, в том числе, кстати, для электрического кроссовера Lotus. И это что-то вроде тойотовской TNGA, то есть это не единая платформа, а набор технических решений, которые можно адаптировать под автомобили разных классов и размеров. И, кстати говоря, SIA позиционируется как открытая платформа, то есть Gili готова предоставлять ее другим автопроизводителям, которые не входят в ее состав. И один такой уже нашелся. Это польская компания EZERO, которая будет выпускать электрические автомобили для конкуренции со Шкодой. И помимо платформы, дизайн там тоже делает сторонняя компания. Если говорить конкретнее, то это Pininfarina. Теперь давайте конкретнее поговорим о технических решениях, примененных на модели 009. Посередине здесь стоит большой и емкий блок батарей, и он, кстати говоря, представлен на этой модели в двух версиях. Базовая способна преодолеть на одном заряде более 700 километров, ну а топовая версия может проезжать на одной зарядке 800 с лишним километров. Также здесь стоят два электрических двигателя, один спереди, другой сзади, и суммарно они вдают 544 лошадиные силы. По паспорту этот минивэн разгоняется с места до 100 километров в час за 4,5 секунды. И, если честно, мне даже немного страшно представить, что испытывает человек, который сидит в настолько большом автомобиле, с такой динамикой. Ну а в шасси здесь особых выкрутасов нет, спереди стоит двухрычажка, сзади многорычажка, ну а вместо пружин использованы пневмобаллоны. Я очень сомневаюсь в том, что люди, которые покупают такие автомобили, усиленно думают об объеме багажника. В конце концов, такая машина стоит почти 15 миллионов рублей, прямо сейчас в автосалоне Авелон, где мы ее и снимаем. Потому что вряд ли такие тачки покупают для того, чтобы возить на них холодильники и стиральные машины. Тем не менее, грузовой отсек, какой-никакой здесь есть, и сумка с клюшками для гольфа, или большой вот этот вот рюкзак для хоккея, сюда поместится без каких-либо проблем. И, кстати говоря, даже практичность у отсека, в общем-то, вполне себе приемлемая. Здесь есть отдельная лампочка освещения, розетка на 12 вольт, вот такой элегантный крючок для сумок. И даже есть что-то вроде подполья, правда, оно полностью забито вот таким вот пенопластовым органайзером. И здесь же лежит ремкомплект и знак аварийной остановки. Но если вам все-таки взбредет в голову перевести здесь холодильник, то сиденье второго ряда можно сложить. И делается это довольно просто, никуда ходить не надо, просто тянем за эти ремешки и двигаем их вперед. Правда, организовать здесь большое пространство получится только в том случае, если пассажиры второго ряда сидят не в максимально вольготной позе. И, кстати говоря, я бы очень хотел ее занять прямо сейчас, поэтому перемещаемся в салон. Дорогие друзья, я, если честно, даже и не знаю, с чего начать. Рассказ о втором ряде Zikar 009. Естественно, он роскошный, сиденья абсолютно великолепные, а запас места для ног, для головы, для ваших прекрасных кроссовок никаких вопросов здесь не вызывает. Что, в общем-то, было вполне ожидаемо. Но здесь такое количество интересных фишек, что я бы на вашем месте устроился поудобнее, заварил бы чаек и начал бы их изучение. Давайте начнем с того, что все сиденья здесь управляются не бездушными экранами, а полноценными аналоговыми джойстиками, которые скрываются под вот этой кожаной накладкой подлокотника. С помощью обычной металлической шайбы здесь можно выбрать одну из пяти программ массажа. Здесь также можно разложить сиденья в максимально вольготное положение, что у вас поднимется атаманчика, а вы будете фактически лежать. И также одним единственным нажатием на одну единственную кнопку вы можете вернуться в исходное состояние. Ну, почти. Электроприводы, кстати говоря, довольно неторопливы. Секундочку. Но если по какой-то причине максимально лежачее положение вас не устраивает, вы можете поднять атаманку отдельно, можете откинуть отдельно спинку, можете отрегулировать сиденье в продольном положении, и все это делается обычными физическими кнопками. Я, конечно, понимаю, что экраны это очень современно и красиво, на них можно нарисовать любую графику, которая впечатлит даже самых искушенных покупателей. Но вот это становится неистареющей классикой. И за это Zikr 009 от меня точно получает зачет. Как и за столики. Они здесь примерно такие же, как в Maybach. Достаем их из подлокотника кожаным ремешком, раскладываем, и здесь у нас такая кожаная поверхность, вставленная в такой металлический каркас. Короче говоря, тоже выглядит очень дорого. Ноутбук сюда поместится без каких-либо проблем, точно так же, как и какой-нибудь лоточек с премиальной едой, которую вы захотите съесть по пути. Еще отдельное ваше внимание я хотел бы обратить на дверные карты второго ряда, потому что здесь есть отдельная сенсорная панель. Примерно такая же, как и у HiFi X. Мы его снимали зимой. Ссылка на этот обзор будет в описании. И с помощью этой сенсорной панели, в отличие от многих других микроавтобусов, здесь можно, например, опустить боковые стекла. Они, между прочим, здесь двойные, и значит, в этом автомобиле точно будет тихо. Вот эта вот штука отвечает за настройку шторки панорамной крыши. Ну, а здесь у нас цифровые часики, которые пытаются имитировать аналоговые. И вы спросите меня, а где же блок управления климат-контролем? Неужели в таком дорогом и роскошном автомобиле нет отдельной зоны климата для задних пассажиров? Конечно же, есть. И чтобы отрегулировать температуру или интенсивность, а также направление обдува, вам нужно просто прикоснуться к этим часикам и включиться в меню климат-контроля. Отдельный экран у нас для настройки температуры, один для интенсивности, а другой для направления воздушного потока. Ну и для того, чтобы вы не заскучали в дальней дороге, особенно после того, как сделаете все свои дела с ноутбуком, а также доедите свой обед, в Zikr 009 предусмотрен потолочный телевизор. Он открывается сенсорной кнопкой, звучит приветственный китайский голос, и перед вами появляется экран диагональю чуть более 15 дюймов, на котором вы можете смотреть сериалы на любимом стриминговом сервисе, или же подключить сюда флешку и смотреть кино с нее. Также здесь можно слушать музыку. Короче говоря, с этого дисплея можно управлять почти всем. И да, надо признать, что он не такой впечатляющий, как в BMW i7, но он, в принципе, он куда лучше, чем дисплей, который обычно крепит на спинках передних сидень. Ну и пару слов про третий ряд. Как вы видите, пробраться на него между сиденьями второго ряда здесь не получится. Придется эти самые сиденья не откидывать вперед и уже потом забираться на галерку. И, кстати говоря, она здесь формально рассчитана на двоих человек. То есть это у нас шестиместный автомобиль. А формально, потому что там всего два ремня безопасности, значит, третьему человеку просто будет нечем пристегнуться, а значит, он не сможет там легально ездить. И еще давайте поговорим про несколько приятных мелочей, которые есть в этом автомобиле. Например, здесь вот имеется вот такой вот крючок, на который вы можете повесить свой пиджак после тяжелого трудового дня. Есть камера, с помощью которой, очевидно, можно делать селфи, как без этого в китайском автомобиле. Есть классная контурная подсветка, лампочка для чтения. Здесь у нас есть зарядный порт и разъем HDMI. И небольшой у нас ящик прячется внизу. Короче говоря, полный набор у нас имеется, и у меня есть только один вопрос. Где в этом автомобиле холодильник? И если в задней части интерьера Zikr 009 я был восхищен его аналоговостью, то здесь мне ее, откровенно говоря, не хватает, потому что физически кнопок, ну, абсолютный минимум. Ей включается только аварийка, включается парковочный режим трансмиссии, и кнопки есть только на руле. А все остальное управляется по современной моде через огромный планшет диагональю более 15 дюймов, который у нас располагается на передней панели. И в данном случае он почему-то до сих пор не русифицирует. Впрочем, с базовыми функциями, как и во всех остальных китайских автомобилях, здесь все-таки разобраться можно. Скажем, вот в этом меню понятно, как отрегулировать величину дорожного просвета с помощью пневмоподвески. А также здесь можно открыть или закрыть шторку панорамной крыши. Отрегулировать можно свет, можно опустить стекла, можно включить или выключить электронных ассистентов, а также отсюда можно настроить виртуальную панель приборов. Она, кстати говоря, здесь, мягко говоря, совсем скромненькая и очень минималистичная. Выводится только самый необходимый вам набор данных. Что касается удобства посадки за рулем, то, слушайте, ну кресла здесь почти такие же роскошные, как и сзади, поэтому никаких вопросов с тем, как найти удобное положение в этом автомобиле перед баранкой у вас, скорее всего, не будет. Естественно, сидение полностью на электрических приводах, точно так же, как и пассажирское, его, кстати говоря, тоже можно настроить через экран мультимедийной системы, но вот что меня смущает в автомобиле за 15 миллионов рублей, так это механическая настройка рулевой колонки. Диапазон, конечно, у нее широкий и найти нужное положение можно будет без проблем, но почему было нельзя сделать электропривод, я, если честно, не знаю. И еще некоторые смущения у меня вызывают подрулевые рычаги, потому что они точно такие же, как, например, у Джили Кулрэй. Унификация, ничего не поделаешь. Что касается практичности передней части интерьера, то, ну, слушайте, здесь все стандартно. Имеется у нас площадка с индукционной зарядкой под смартфон, пара подстаканников, большой бокс по центральным подлокотникам, в который встроены два USB-разъема формата Type-C. Ну и, конечно, по традиции для любого китайского электромобиля у нас есть огромная ниша под центральным тоннелем. Туда можно попросить какую-то мелочевку или положить какие-то крупные вещи, например, мне кажется, сюда поместится даже такой, ну, знаете, портфель, в котором обычно носят ноутбуки. Что же касается элегантных дизайнерских решений в передней части интерьера, то я хотел бы обратить ваше внимание на дефлекторы вентиляции. Они здесь такие же, как у BMW i7, то есть практически незаметны, однако, в отличие от BMW, я не понимаю, как здесь что-то можно отрегулировать, наверное, тоже через минимум мультимедийные системы, но здесь все на китайском. Еще мне очень нравится вот этот вот возвышающийся над передней панелью динамик, и, кстати, аудиосистема здесь стоит от компании Yamaha, значит, с музыкой здесь должно быть все хорошо. Да и вообще, конечно, к материалам отделки в этом автомобиле придираться очень сложно, везде кожа, тоже мягкий пластик, настоящая прострочка, вот так вот элегантно здесь вписана контурная подсветка, ее, то, естественно, тоже можно отрегулировать не только цвет, но и интенсивность ее свечения. Короче говоря, ну, премиум почти по полному разряду, если бы не рулевая колонка. Ну, что вам сказать про Zikker 009? Конечно, это очень впечатляющий автомобиль, что, в общем-то, совсем не сложно при длине в 5,2 метра. Но особенно мне понравилось, как здесь позаботились о пассажирах второго ряда. Там есть все необходимые вам опции комфорта и управляются они теплыми и ламповыми джойстиками, а не бездушными экранами. Однако к этому автомобилю все-таки есть кое-какие вопросы, например, ну, почему в машине за 15 миллионов рублей механическая регулировка рулевой колонки? Ну, серьезно, такую копеечную опцию, мне кажется, можно было добавить без каких-либо проблем. И что же вам сказать в заключении? Ну, конечно, если вам нужен роскошный минивэн, то сейчас у вас проблем с выбором быть не должно, потому что, например, на российском рынке есть еще и Gagtrum QM8, который мы недавно снимали, ссылка на него будет в описании. И та модель, кстати, значительно дешевле Zikra, однако и выглядит она, конечно, чуть более эпатажно. Вы только вспомните, насколько огромная там радиаторная решетка. Здесь, конечно, тоже очень этот автомобиль хочет быть Rolls-Royce, однако, по желанию клиента, вот эта решетка не обязательно будет хромирована, ее могут покрасить в цвет кузова. Да, вот, в общем-то, и все. Машина за 15 миллионов рублей, давайте признаем, не может быть плохой, поэтому, если вам нужен роскошный шаттл для того, чтобы вас на нем возили, то это определенно ваш вариант. И, кстати говоря, возить, как вы помните, будут довольно быстро, 4,5 секунды до 100 километров в час. Ну, вот и все, теперь вы знаете о Zikar 009, все, что нужно знать об этом автомобиле прямо сейчас. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки с нас, и контент. Берегите себя. Скоро увидимся.